Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Сегодня хотел бы рассказать о экзистенциальных причинах созависимого поведения. Вкратце, созависимое поведение наблюдается у родственников наших пациентов, зависимых, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью, которые препятствуют выздоровлению и вообще лечению часто. В основном такой феномен психологический встречается у жен, у матерей, тех, кто напрямую контактирует с нашими пациентами. И заключается, если посмотреть с такой глубинной стороны, в решении сложных экзистенциальных проблем, таких как смысл жизни, одиночество, скука, ответственность, суррогатным способом через зависимого человека. Поскольку решение вот этих экзистенциальных конфликтов – одна из основных таких задач развития человека, взросления его, принимать свою ограниченность, возможное отсутствие какого-то определенного смысла жизни или формирование своих собственных смыслов жизни, не беря какие-то посторонние, ответственность за свою жизнь, за людей и так далее. Как здесь суррогатное это все удовлетворяется. Ну, смысл жизни для созависимого – это спасение своего зависимого родственника, постоянное его лечение или, допустим, решение социальных проблем с полицией, с работой, с деньгами и так далее. Это встречается сплошь и рядом, когда жены говорят, да что я, вот у меня есть проблема, у меня такой смысл жизни. И переключить на удовлетворение каких-то своих потребностей очень сложно. Такие женщины, например, если мы о женщинах говорим, вообще не распознают своих потребностей какой-то своей жизни, не удовлетворяют их, решая, соответственно, это вот таким способом. Да, ну, со скукой та же самая феноменка. Скука – очень важный психологический такой момент, заставляющий людей совершать какие-то действия. Ну, здесь она также суррогатным способом реализуется, но не за счет изучения удовлетворения своих потребностей, а за счет переключения на жизнь другого человека. Ну, такое созависимое, естественно, жить не скучно, потому что это либо запои, да, ремиссии, проблемы какие-то. Постоянно есть что решать. Ответственность. Ответственность, опять же, взрослого человека заключается в принятии ответственности за себя, за то же самое определение своих потребностей, своего места в мире, своего места в отношениях. И принятие ограничений в тех же отношениях, что мы не можем все решать, да. Есть партнер, которому 50% ответственности для созависимого. Здесь все, опять же, все эти сложные проблемы решаются просто. Он принимает всю ответственность за родственника зависимого и не берет здесь в таком взрослом понимании, да, развитом за свою жизнь. Вот. Продолжение следует...